Всем привет! Это Rhythmic Gymnastics 101 и сегодня мы поговорим про 5 особенностей художественной гимнастики в США. Сразу хочу отметить, что все сказанное в этом видео является исключительно моим субъективным мнением. Художественная гимнастика – это безумно красивый олимпийский вид спорта, берущий свою основу в балете и танцах. На международном уровне гимнастки выступают с четырьмя предметами – обручем, мячом, булавами и лентой, а на турнирах местного значения также со скакалкой и в упражнении без предмета. Основы современной гимнастики были заложены в странах бывшего СССР, но на протяжении последних 20-30 лет гимнастика активно развивается по всему миру. Теперь поговорим об особенностях художественной гимнастики в США. Чем же гимнастика США отличается от той, которую мы привыкли видеть в Европе и чего ожидать при приезде? Смешно? Но да, действительно ничем и действительно всем. А если быть серьезнее, то сейчас мы с вами по пунктам во всем и разберемся. И начнем мы, пожалуй, с того, что в США очень широкая демография тренеров, что является несомненным плюсом и делает гимнастику в США уникальным симбиозом сильнейших школ мира. Ежегодно сюда съезжаются сотни специалистов на постоянную или временную основу, но в этом есть и свой минус. К примеру, все мы знаем, как выглядит гимнастика Украины, России, Белоруссии, Израиля, Болгарии, Италии, Испании. Но как же выглядит гимнастика Америки? Что из себя представляет американская школа? Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, то это является как минусом, так и плюсом, так как американская школа сейчас находится на стадии активного развития и обязательно обретет свое лицо совсем скоро. Ну, а мы поговорим о системе уровней. Уровни нумеруются цифрами от 1 до 10. И если говорить простым языком, то первые 2 это совсем начинающие гимнастки, 3-6 это те, кто начинает выступать на соревнованиях, 7-8 чуть более продвинутые и 9-10 это считается 2 уровня, которые являются аналогами званий кандидата в мастера спорта и мастер спорта. И тут уже гимнастки официально выступают по международной программе. С 1 по 9 уровень гимнастки попадают по решению тренера, а вот в 10 нужно пройти специальную квалификацию, но об этом попозже. В целом, как по мне, такая система круто продумана, но из-за того, что мировая гимнастика стремительно идет вперед, а местные правила по факту стоят на месте, то локально здесь гимнастика не развивается так стремительно, как могла бы. Ну, а мы продолжим. Другим главным отличием, которое сразу бросается в глаза, является то, что в среднем все дети проводят меньшее количество часов в зале. Это напрямую связано, во-первых, с финансами, во-вторых, с количеством свободного времени, а в-третьих, с доступностью зала. И если вы сейчас спросите, в смысле доступность зала, если в американских фильмах про школьников всегда показывают вот такие, такие и даже вот такие залы и арены, то, к сожалению, художественная гимнастика к ним доступа не имеет. Ну, а что касаемо денежных вопросов, то здесь, конечно же, все намного дороже, так как нет никаких источников финансирования ни со стороны государства, ни со стороны федерации. И сейчас вы видите примеры цен. Это стоимость занятий за месяц обычных тренировок. Также очень популярное понятие частных уроков. Это обычно от 50 до 200 долларов за час-полтора занятия один на один с тренером. И напоследок, самое важное. Дело в том, что чемпионки Нью-Йорка не существует. Ну и, впрочем, как чемпионок других городов, так как здесь, в принципе, нет понятия чемпионата города. Зато здесь есть такие соревнования, как чемпионат штата. Если вы подумали, что, а, ну здесь все просто, к примеру, есть штат Калифорния, значит, и есть и чемпионка Калифорнии, то спешу вас огорчить, это неправда. Штат Калифорния может и есть, но в мире художественной гимнастики и, в частности, в глазах Федерации США, чемпионата Калифорнии нет. Но зато есть такие соревнования, как чемпионат Северной Калифорнии и чемпионат Южной Калифорнии. Хотя на административной карте Америки таких штатов не существует. Следующим по статусу турнир является чемпионат региона. Все 50 штатов вот таким каким-то примерно загадочным образом поделено на 8 регионов. И, соответственно, чемпионат региона – это чемпионат, на котором выбирается чемпионка 5 или 6 штатов, которые входят в соответствующий регион. И последнее, самым крупным турниром, естественно, является чемпионат Америки – Nationals. И если вы подумали, нет, ну здесь уж точно все просто, Nationals чемпионат Америки точно уж никак не делят, то и здесь все не так просто. Потому что существуют такие турниры, как Level 7 Nationals, то есть чемпионат Америки в седьмом уровне, а также Level 8 Nationals, Level 9 Nationals, Level 10 Nationals. И если вы подумали, ну все, уровни 10, значит это точно конец, то нет, потому что есть еще Level 10 Elite Nationals. И если вы все еще не запутались, то все соревнования 9 и 10 уровня делятся на категории Juniors – это гимнастки 13 и 15 лет, и Seniors – 15 и старше. А также при переходе на 9 и 10 уровень в вашей жизни появляются такие соревнования, как Level 9 Classic, Qualifiers и Rhythmic Challenge. Ну а спонсор такого изобилия названий – Федерация Гимнастики США. И, конечно же, необходимо вставить ремарку, что в последний раз такая структура соревнований была действительно в 2019 году. В 2020 году практически все турниры были отменены, а 2021 до сих пор под большим знаком вопроса. Пишите, какой из пунктов понравился вам больше всего и о чем вы хотели бы узнать подетальнее. А мы увидимся в следующих видео. Всем добра!